Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Скоро весна и для того, чтобы пришло что-то новое по фэн-шуй, надо избавиться от чего-то старого. Я слышала совет, что надо взять большой пакет, зайти в комнату и выкинуть 20 ненужных вещей. Я открыла шкаф, провела в нем ревизию и показываю, что получилось. Вот это были ненужные рваные футболки. Я их порезала на ленточки и это у меня заготовки для вязания ковриков. Этим я позже займусь. Так, это у меня тонкие ткани. Я изрезала летние юбки. Все ткани я их складывала стопочкой, а потом закручивала такими рулетиками. Как показ в практике, это наиболее оптимальный способ хранения тканей. Вообще, в принципе, они в этом случае не мнутся и легко их найти можно. Так, и что у меня еще есть интересное. Это розовенькое. Это кусок ткани. Мне его отдали за ненадобностью, но за время хранения его основательно подчекала моль и что-то хорошее из него уже не сделать. Я, естественно, его постирала и решила использовать этот весь хлам. Из всего этого добра будем делать полезную вещь. Для последующей работы я, во-первых, приготовила основу. Видите, такая достаточно плотная ткань, устойчивая к истиранию. На нее сверху я укладываю те куски ткани, которые мне не нужны. У меня их много. Все они разной формы. Единственное, что я учитываю при укладке, это направление долевой нити. То есть, как определить долевую нить, я каждый кусочек проверяю. Значит, если по долевой нити, то ткань не растягивается. То есть, так вот и укладываем. Все ткани укладываем слоями и при этом на самый низ я кладу самые плотные ткани. Уложила несколько слоев. Вот видите, ничего там особенно ничего не делала. Сверху закрыла большим куском ткани. И сейчас я все эти слои скалываю. Скалываю иголочками, скалываю булавочками как можно чаще, чтобы все крепко держалось. Самый последний этап подготовительной работы. Это я карандашиком при помощи угольника и линейки нанесла разметку. Расстояние между этими линиями три с половиной сантиметра. Все полотно я прошила на машинке. Девочки, когда будете шить, обязательно хорошенько все скалывайте. Потому что в некоторых местах получается около десяти слоев ткани и прошить их бывает достаточно сложно. А так выглядит обратная сторона получившегося коврика. Сейчас мне надо будет взять ножницы и обрезать все выступающие края, ориентируясь на ту белую основу. Еще немного, еще чуть-чуть края подровняли нашего коврика. Потом берем ножницы и начинаем разрезать все ткани между швами. Здесь получается очень много слоев, около десяти, в некоторых случаях 12 и так далее. Не стремитесь сразу захватить все. Режьте один слой подрезали, потом другой, то есть не торопясь. После этого надо обработать край. То есть вот этот пока еще не растерепленный край. Но я это все сделаю, обработаю косой бейкой или может просто планками обошью. А уже после этого берете в руки одежную щетку и начинаете ей вот так вот хорошенечко растеребливать все швы, чтобы вот ваши срезы, получается, что они все выполнены под углом 45 градусов, чтобы они хорошо растеребились. Ну и смотрите, этот коврик я уже, собственно говоря, показывала, но покажу еще раз. Просто в этот раз я уж не стала делать такой большой. Вот этот коврик, это был мой первый опыт и я сразу замахнулась на такие большие размеры, там 90 на 120 он у меня получился. Вот, а сейчас-то я уже ученая и второй коврик у меня гораздо меньших размеров. Техника эта называется Синель. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, заходите еще. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!